Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить с Карим. В последней серии мы стали оборотнями. Теперь нам нужно пройти своеобразный обряд. Здесь у нас охотники на оборотни, которым теперь грозит неминуемая смерть от нашей руки, потому что я опасен. С нами, как вы видите, усыновившая нас Эйла, охотница. Но нам, в принципе, она не особо нужна. Без нее прекрасно справишься. Где я вообще нахожусь? Кстати говоря, нахожусь недалеко от Венхельма. Здесь-то я был, здесь были темные маги. Был я здесь, да. Ну, теперь здесь не темные. Блин, они замечают Эйву. Эйву, а ты еще, блин... Эйву, иди сюда. А, тобой нельзя управлять. Подожди. Да, ух. Че-то ты как-то быстро перемещаешься, хрен попадешь по тебе. Кто где? Добрый день. Ох, жестко. Так, еще есть желающие. Мы, похоже, просто без скрытности нам придется рубиться, потому что она с факелом и ходит, вообще не прячется. Поэтому... Осталось прохождение, тут не получится. Ну, че, выходите. Висельная скала. Или не был я здесь. Здесь столько этих мелких башенок. Вполне мог пройти мимо. Вполне мог. Ну, то, что я оборотень, меня радует. Это очень круто. Это, я думаю, на случай, если будут серьезные проблемы с кем-то, мне надо будет превратиться в оборотня. Тихо. Эйла, могла бы ты вот тут остаться, и я бы один пошел и всех скрытно перерезала. Посмотрите-ка. Должно быть эти трусы заперлись после того, как сюда ворвался скьер. Страхом так несет. Их тоже это чувствую. Оп. Я все равно буду прятаться. Будем выманивать их на Эйлу. Сейчас скотина из-за Эйлы меня заметит. Добрый день. Ох, жестко. Жесткач. Так, ну че? Кому че? Кому кого? Ах ты мрася. Там мертвец, не так ли? Я так и думала. Судя по запаху, он не наш. Некоторые не могут отделить себя от зверя. Дичают. Кто знает, кем был этот бедняга. Нам нельзя останавливаться. Орудие пытки. Да я, в принципе, своим мечам неплохо справляюсь. Дверь закрыта. Засов с другой стороны. Не удивительно, что тут столько грызунов. Грязища страшная. Тихо. У меня какая пакость. А, это козья окорка. Я думал, опять грязи крысу. Или зло крыс. Ну, вы поняли. Ива. Сейчас опять из-за тебя. Тихо. Не наступай. Да. Персонаж у меня стал натурально силен. Подожди. У меня не стоит навык, что ли? Блин, у вас даже брать-то нечего. Серебряная рука, понимаешь? Тут кто-то есть? Тут я. Так, у меня лечение-то стоит. Нет? На быстрых надо поставить. Почему-то я постоянно его убираю отсюда. Наверное. Подожди, я не могу сразу в обе руки поставить? Да что ж такое? Серебряный меч. Это хорошо. Ива. Ива, стреляй. Стреляй, Ива. Тупая. А ты какой-то серьезный, да, пацан? Ладно. Так, тут у нас братья-оборотня заперты. Теперь им ничем не помочь. Не хочу даже думать о том, что эти кретины сделали с ними перед смертью. Где бы здесь найти ключ от этих клеток? Потому что мне, честно говоря, от мучки жалко на этих уродцах. Серебряный меч, это уже хорошо. Золото тоже неплохо. Но мне... Так, подожди, у тебя серебряный меч. Но мне бы... Ключи. Это мертвые, похоже. Рваные штаны. Ну да. Флейта. Зачем мне флейта? Может понадобиться. У того воина был двуручный серебряный меч. Но мне что-то... Я думаю, хватит. Так, надо сохраниться. Тихо. Тихо-тихо. Кого-то, кстати говоря, бесит то, что я говорю, тихо-постоянно. Что поделаешь? Жизнь такая штука. Нет! Так, так. Хорошо. Кого? Будем колоть дрова. Ты посмотри, сколько тут вервольфов-то порубали, я смотрю. Сволочи. Импер... Имперцы-то при чем? Ладно. Еще? Вроде нет. Так. Что у тебя есть? Блин, весит до хрена. Ну, давай возьмем. Так, нам сюда интересно или сюда? Давайте сначала тут посмотрим. А, это адепт. Блин. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Так, а здесь просто комната, значит. Ну ладно. Нашим легче. Денечки. Крепкое зелье лечение. Крепкое-давай-давай-давай. Надо будет бухнуть на досуге с тобой, Ирила. Деревянная миска. Крохотный камень душ. Так, минута прошла, нет? Не совсем помню. По-моему, прошла уже. А нет, не прошла. Зачем я набиваю все эти камни душ душами, собственно, при том, что у меня нет особо магических никаких предметов. Хотя вот лук можно зарядить, кстати говоря. Давно я его не заряжал. А так больше заряжать-то особо и нечего. Как всегда. Как везде. Дай подумать. Наверное, потому что он дерет шкуры. Шкуратер. Что у вас в буфете есть? Метла. Понятно. Тихо. Не пали контору. Толкается, понимаешь. Ты шкуратер, что ли? А, шкуратер за стеной? Тут кто-нибудь есть? Тут я. Так, понял. Бьют довольно сильно. Где там зелье здоровье, в общем. Ага, быстро. Так, ладно. Это все, что умеешь. А что тебе еще-то надо? Молодец я его. Так, вроде все, да? Серьезный был противник. Шкуратер. А, еще. Тебе 50 золота. Хорошо. Тебе. Небесный стальной меч. Небесный стальной кинжал. Не уверен. Не уверен. Подонки. Как они смогли убить Скьора? Он был очень-очень силен. Но их было слишком много. Нельзя ему было идти без брата по оружию. Уходи отсюда. Я хочу убедиться, что мы расправились со всеми и проверить, нет ли каких улик на трупах. Нас ждет дело. Головорезы Серебряной Руки будут дрожать от одного нашего вида. Какова наша первая цель? Ходят слухи, что Головорезы Серебряной Руки зашевелились. Некоторые из них затаились в Вайтране. Поспеши, друг мой. Хорошо. А я даже не заметил, что это ты, Скьор. Я найду того, кто это сделал. Да я уже нашел. Так, Серебряный Меч. Эльфийский Меч. 260 золота. Вот это мы отдадим Стэнвору. Или не отдавать? Может отказаться просто от Стэнвора? Какое, а? Гори, гори. Так, что у тебя есть? Двумерская стрела. Это неплохо. Ламилярная броня. Так, стальная булава связывания. Ух ты, сколько стоит. Ну все, что ли? Можно уходить. Интересный был квест. Мне понравилось. Такая прям отсылка к фильму Другой мир. Так. Тут кто-нибудь есть? Тут я есть. А ты откуда взялся? Хотя что-то не было вроде. Ладно, нам пора в Вайтран. Как-то выбираться отсюда. Где у нас выход? Я не помню. По-моему, все-таки где-то здесь. Хорошо. Хорошо. Как-то мне не нравится внешним видом эта эльфийская булава. Не особо она какая-то красивая. Я вообще не люблю дробящее оружие. Мне больше нравятся клинки всякие. Но по-своему, конечно, изящная. Как и вся эльфская. Эльфийская. Так. Мне сейчас нужно ликвидировать предводителя. Приют Редорана. Это где на карте? Подожди. А я где нахожусь? А я нахожусь вот где. Понятно. Так, давайте-ка мы отправимся в Вайтран. Вядом находятся враги. Понятно. Вообще пешком пошли. Не просто пешком, а... Так, подожди. А как мне это делать? Вот так. Вот так. Офигенно. Так, все. Нам... А, я теперь не знаю, в какую сторону мне идти. Ну, куда-то туда. Жесть. Ну, что, кто на меня? Саблезубы всякие. Прячьтесь, блин, в норке своей. О, еда, еда. Иди сюда. Охренеть. Вот это натурально. Вот это натурально круто. А он выйти, интересно, может? Нет? А, парашки. Ну, ладно. Я, по-моему, пришел в тупик. Я, по-моему, даже знаю, где мы находимся. Блять, вот такую ночью видишь, это все сразу. Даже здесь просто увидишь. Сейчас, я думаю, мы около той привечной заставы пробежим. Вот там народ просто офигеет. Интересно, будут они просить с меня деньги за проход? Стой! Того охренеть, что ли? Раскошеливайся. С тебя 200 золотых, если хочешь пользоваться нашей дорогой. Может, ты просто меня пропустишь и останешься жива? Знаешь, я тут подумала, это честно и справедливо. Только проходи, пока другие не заметили. Страшно, стерва. До встречи. 200 удалено? Совсем шаль, охерела. Я тебе покажу, отдай мои 200. Эй, не застревай. Так, ну шо, ребятушки? Сейчас ты придешь в город. Тут кто-нибудь есть? Тут я. От меня не спрятаться. Да я от тебя не прячусь. Блин, ну... Единственное, он очень быстро перемещается. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Офигеть. Так, мне, пожалуй, надо валить. Как мне обратно превратиться? У меня жизни мало. Все, понял. Оно само как-то превратилось. Так. Ну, это по-любому очень круто. Так, одежда. И надо еще восполнить здоровье. Так. Ну, давай, че. Блин, опасный парень до сих пор. Сколько времени прошло? Ну, у него, конечно, теперь новая экипа. И как-то все... И как-то все... Уже отнюдь. Короче говоря... Видите, да, что у него есть? Так, столько всего хорошего. Сейчас надо будет какую-нибудь гадость выкидывать. Вот, скажем, колонн. 385, блин, может, как-то выносливость повысить. Вот это у нас поменьше стоит. Так. Так. Хорошо. Ну, как я и говорил, уровень врагов растет вместе с моим уровнем. То есть, если раньше они представляли для меня опасность, то они и сейчас представляют для меня опасность. Но, как я им, конечно, дал просраться... Они все там бегают, да? Еще живые, что ли? Как я им дал просраться оборотням, это что-то с чем-то. Это просто офигительно. Так. Предметы. Оружие. Все, нафиг. Пошли отсюда. С вами скучно. Жалко мой напарник, конечно. Стэнвар потерялся. Хотя, в принципе, ну... Не сказать, что он мне сильно нужен, не знаю. Я думаю, я сейчас одену его в броню. Давайте, кстати, быстро переместимся. Тут уже потому что сто раз были, ничего интересного произойти не может. Переместимся в город. Сейчас его найдем. Попробуем надеть на него броню. Вот эту, которую мы подобрали. Очень хорошую. А если он ее носить не будет, то все пошел нафиг. Если же будет, то посмотрим еще, как он будет справляться с врагами. Тоже довольно-таки противоречиво все. Потому что, в принципе, сейчас у меня уже боевые навыки. Очень хорошие. И я в одиночку неплохо справляюсь. Но если он будет пользоваться дарами моими... Стэнвар, мать твоя, ты где? Может, он в доме у меня? Если не в доме, то я даже не знаю. Может, он там остался, около этого. Я не могу сказать, что... Я не могу сказать, что... Ты рано-то перевязываешь. Ваняешь, как мокрая собака. Я ваняю, как мокрая собака, потому что я оборотень. Я работаю с мамой. Трубты овощи продаем. Работать в общем есть. Так, сейчас посмотрим. Если его вот тут нет, то все. До свидания, как говорится. Даже не буду думать, где его искать. Вот тут я его оставлял. И тут его нет. Скьер говорит, что во мне сила изграмора. А в моем брате его ум. Скьер сражался с серебряной рукой и пал. Я восхищался им. Мне нужно найти брата. А я не подойду? Некоторые думают, я дурак. Они получают в рыло. Но ты мне нравишься. Ладно, давайте пойдем к нашему кузнецу. Продадим ему все необходимое, пока у нас наук красноречия так хорошо развеет. Ты где? Я так и думал, что это он по площади ходит. А вот ты идешь. Давай, давай, давай. Работать. Да, неплохие пейзажи. Блин, вы бы еще ходили побыстрее. Ну что, принимай. Мы стали ковать, не перековать. Слава богам. Слава богам. Так. Возьми секиру. Стрелы нужны мне такие? Нет, в принципе, хорошие, конечно. Но хуже эльфийских. Эльфийских у нас... 28. В принципе, вполне неплохое количество. Я ими очень редко пользуюсь, так что... Вы мне не пригодитесь. Это я, пожалуй... Да, хотят. Щит. Небесный стальной меч. Это оружие скьерра. Продадим. Продадим. Малахит. Продадим. Серебряные мечи. Серебряные слитки. Остальная булава. Ох, хорошо. Блин, денежек-то у него не хватает. Так. Ну, я думаю, вот этот кинжал... А, нет. Ничего не будем отдавать. Я думаю, мы пойдем ко второму кузнецу в этом городе. Продадим ему все остальное и хватит. Знаешь, в чем сейчас проблема? Куда Амран делся? Может, он все время ходил? А вон он ходит, кстати говоря. Так, Амран. Не хочешь податься в наемники? По-моему, дело как раз по тебе. А ты уже не хочешь меня учить, да? Ну, ладно. Ну, ладно. Если хочешь чего прикупить... Да, все, что доброму воину нужно. Прикупить я у тебя ничего не хочу, честно говоря. Может, стрелы только продать. Парочку эльфийских кинжалов. Но у него цены, конечно, похоже. Вот это. Да и, в принципе, все. Слитки оставлю, полоски кожи оставлю. Кстати говоря, сейчас я покажу, как создаются... Если что понадобится, загляни в магазин. ...железный кинжал. Покупаете железные слитки и полоски кожи. Или просто кожу покупаете. Вот на дубильном станке из нее делаете полоски. Потом идете к кузнице. Выбираете железное. Железный кинжал. Видите, он требует... Один, по-моему, железный свиток и две, по-моему, полоски кожи. И начинаете производить в промышленных масштабах. Это очень быстро прокачивает ваш кузнечный навык. Я буквально часа за три играл времени, докачался до сотни. Так, ладно, сколько времени? 11 утра. Что тебе нужно? Чего вы тут выжидаете? Я же вашего главного убил давным-давно. Так. Ну, в принципе, ладно. Я думаю, на этом мы завершим эту серию. А в следующий пойдем убивать предводителя серых... Как их там? Серых кого? Серебряная рука. Серых кого? Ну, короче, вот их пойдем убивать. Это будет следующая серия. Пока что все. Надеюсь, вам все нравится. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...